Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы начинаем новый проект. Это медиапроект, который называется «Школа драматургов Арктики». И мы посвящаем этот проект нашему коллеге, якутскому писателю, драматургу, лауреату Большой литературной премии Василию Егоровичу Харсхалу. Мы благодарим всех наших коллег, соорганизаторов, прежде всего, фонд президентских грантов и также музейный комплекс «Россия. Моя история», фонд «Тотального диктанта», которые задействовали нам в организации этих выпусков. У нас будут маститы и начинающие авторы, и мы поговорим с вами о литературе, о драматургии и о том, какое место они занимают в нашей жизни. Сегодня у нас замечательный гость, наш земляк, автор «Тотального диктанта», текста «Тотального диктанта» 2020 года, лауреат многих литературных премий, кандидат в филологических наук, доцент Литературного института имени Горького, Андрей Валерьевич Гласимов. Давайте покрыться. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Другим регионам я бы советовал, но прежде всего, воспользоваться готовым уже действительно с замечательным опытом Республики Саха, где феномен кинематографа состоит не только в эстетическом прорыве для мирового кино, но и прежде всего в самой системе. И в финансовой системе в том числе, потому что якутский кинематограф самоокупаем. Он реально приносит деньги своим создателям. В Москве такой ситуации нет. Московский кинематограф весь сидит на дотациях, они ждут помощи от Министерства культуры, от Комитета по кинематографии, и все эти деньги невозвратные. Никто не собирается их возвращать в государство. Они просто, ну, ушли на производство и все. То есть феномен того, что в русском кино кинематографисты зарабатывают с производства, а не с проката, отличает русский кинематограф от, скажем, Голливуда. Потому что Голливуд работает с проката, а не с производства. Заработок идет с этого. Так вот, якутский кинематограф пошел по пути Голливуда. Они зарабатывают с проката, а не с производства. Вот в чем штука. Они вкладывают свои небольшие деньги, миллион, два, три миллиона рублей, и на них получают 4-5. Простая схема. И потом на эти деньги они живут, снимают следующее кино. И зрителю нравится смотреть. Вот здесь хитрость якутского кино, как мне кажется. Зрителю важно, что с экрана говорят о его проблемах, о проблемах именно этого региона, этого народа. Говорят на его языке. Это, я думаю, ключевое здесь дело. И говорят об этих людях, которые зрителю известны не понаслышке. Он живет с этими людьми. Но их ставят в хорошие драматические обстоятельства. Талантливые очень люди, которые, конечно же, из воздуха не возникли. В республике Саха давным-давно шла такая мощность, и подготовительная работа в виде, я не знаю, существования Саха-театра, да, весь 20-й век, и наработки колоссальной традиции, прежде всего, и актерской, и режиссерской, в которой тоже, конечно, большую роль сыграла и московская школа, потому что изначально актеров для Саха-театра готовили, по-моему, в Щукинском училище, или в Щепке. В Щепке. В Щепке, да. Да, они вот при Вахтанговском театре. И спокойно ребята из Якутии взяли опыт московской актерской режиссерской школы, они его спокойно усвоили, органично интегрировали в свое национальное, я не знаю, существование, да, вот с этими космическими вещами, о которых я говорил до этого, со своей традицией, символикой, и вот соединение европейской школы русского психологического театра и колоссального эпического самосознания народа Саха, это соединение в итоге дало результат театра Саха, Саха-театра. А потом уже пришли те же ребята, я не знаю, связанные с этим театром, они все равно берут оттуда артистов. Школа идет актерская такая. И они уже начали снимать кино, просто показывать его в кинотеатрах, они диверсифицировались под совершенно новую и экономическую ситуацию, и эстетическую, воспользовались новыми технологиями, которые уже вот существуют, да. Этим как раз и отличается вот местный регион, да. Он, с одной стороны, очень ценит и бледет традиции, и с другой стороны, он открыт к новым. Вопрос из Петергофа. Планируется ли экранизация «Холода» или других произведений? Ну вот «Чистый кайф», я передал права на «Чистый кайф» не так давно. Но сейчас я в процессе переговоров, мне вот только что прислали договор на передачу прав на «Степные боги». Я надеюсь, будет хорошее кино. Я очень хочу «Чистый кайф» и «Степные боги». А холод? Холод там сложнее, потому что права были переданы давно на этот роман в компанию, которая потом перестала существовать. Права застряли. Во всяком случае, они застряли на русский язык. Если «Холод», перевести на якутский, и потом экранизировать на якутском языке, мы обходим эту юридическую проблему. Да, у нас есть деятели кино в этой аудитории. Я буду счастлив, если это будет именно якутский фильм. Буду счастлив. Потому что мы поедем и Оскар хапнем. Поверьте, поверьте. Коллеги, у нас есть еще одно подключение. Это город Нюрба, республика Саха-Якутия. Нюрбинский театр. Пожалуйста, Мария, мы вас слушаем. Рада приветствовать вас от имени коллектива Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. И очень рада, что участвовала в конкурсе вопросов. И сегодня участвую в мастер-классе. Два вопроса. Первый вопрос. Какие качества должны быть заложены в человеке, чтобы стать писателем или драматургом? И второй вопрос. Какое произведение современных драматургов вы бы хотели увидеть на сцене Нюрбинских театров в том числе нашего Бердвинского театра? Спасибо. Мне было бы интересно посмотреть из современной драматургии у вас, я бы посмотрел, как, например, вы сделаете какую-нибудь пьесу Димы Данилова, например. Дмитрий Данилов. Недавно у него был фильм «Человек из Подольска». Быть может, вы видели его. На Кинотавре был хороший успех. И Данилов идет сейчас очень хорошо. И по России, по-моему, в 30 театрах идут его пьесы. И за границей он уже неплохо идет. Ну, в общем, вот Дмитрия Данилова я бы посмотрел. Хотя фамилия Якутская, но он москвич. Прежде всего, мне кажется, драматургу, хорошему драматургу, нужно обостренное чувство конфликта. нужно четко понимать, где интересы антагониста и протагониста пересекаются. Вот тот человек, который это понимает, что и протагонист, и антагонист тянутся к одной цели. Они должны мешать друг другу. Они должны все время быть в клэше, в столкновении. Вот это обязательно драматурга. Потому что тогда пьеса получается, у вас ее купят. Если вы правильно все это делаете. То есть, итак, обостренное чувство драматического конфликта и наблюдательность за человеческими типами. Надо прямо, вот человек, драматург, должен понимать, какие люди разные. Прям, я не знаю, себе схему составить, систему, да? Это относится к такому типу, к такому, к такому. А дальше надо, этот человек должен уметь за счет минимальных средств создать такой характер. Естественно, за счет поступка. Потому что в драматургии мы не можем писать прозой. Мы не можем сказать, он был такой, 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 да? Нам нужно уметь сделать, чтобы он свой характер буквально в экспозиции, в первой сцене проявил в поступке. И желательно, чтобы этот поступок был в конфликте. То есть, поступок в конфликте. И это все вам выстрелит характером. Вот, мне кажется, это обязательное качество для драматуры. Спасибо. А вообще, вот, северный характер, как вы думаете, он в современной литературе вот где встречается? Он не вымирающий тип в современной литературе? Я точно могу сказать, что на него точно есть запрос. Это место свободно. И я вот как, я не знаю, как на рынке, знаете, вот где палаточку поставить, в этом месте пока никто не встал. Торопитесь. Занимайте это место. Северный персонаж, северный характер, он будет востребован. Как только он будет написан талантливый, хорошо, вы станете знаменитой. Поверьте. И эти произведения будут востребованы. Более того, читатель узнает о северном бытие, да, нашем жизни. Это еще и пропаганда, я не знаю, просветительская какая-то важная роль и так далее. Но то, что это место свободно, это факт. Но здесь есть тоже вопрос, опять же, конъюнктуры, да, вот есть интерес, скажем, мировой общественности к этой теме? Да, конечно, он всегда будет. Особенно, друзья, особенно, вот сто процентов вам говорю, с политической точки зрения. Арктика становится темой номер один. И в ближайшие там 40-50 лет тот, кто контролирует Арктику, будет контролировать планету. Именно из-за тех запасов, которые там открыли. Там подтвержденных чуть ли не больше, чем в Арабских Эмиратах и во всем, на всем Ближнем Востоке. Вы понимаете, сколько устремлений туда будет политических, военных. Это означает, что регион становится все более и более привлекательным со всех сторон. И поэтому надо, я думаю, учитывать этот и геополитический интерес в том числе, друзья. Будущее за Арктикой, это точно.